Сегодня, как и всегда, расскажем о самых последних событиях на территории Югры. В эфире Югра. Территория безопасности. Я Антон Войтович. Здравствуйте. В нефтьюганский под суд пойдет пьяный водитель. По его вине погибли два человека. Произошло это в июле. Два года назад подсудимый катался на своем Hyundai Solaris в состоянии алкогольного обвинения. Беда случилась, когда он превысил скорость и не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу движения с последующим обракидыванием автомобиля в кювет. В результате погибли два его пассажира. Подсудимый в нарушении правил дорожного движения, двигаясь по автодороге в нефтьюганском районе, превысил скорость и не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу движения с последующим обракидыванием автомобиля в кювет. В результате два пассажира его автомобиля получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Еще одного достаточно крупного поставщика экзотических веществ задержали югорские силовики. В их поле зрения попал 24-летний житель Московской области. Его приняли на 55-м километре автодороги нефтьюганск-Сурбут. Злополучное место для наркоперевозчиков недели ранее. Именно там оперативники задержали автомобиль с четырьмя килограммами марихуаны на борту. Здесь же улов посерьезнее. В автомобиле Volkswagen Tiguan, на котором передвигался злоумышленник, под внутренней обшивкой багажника, с правой стороны, под задним колесом, оперативники обнаружили семь полимерных пакетов, в которых, согласно проведенной экспертизе, находились кокаин более 100 граммов, мифедрон свыше 800 граммов, метадон около 170 граммов и каннабис порядка 6 граммов. Ну, каннабис наверняка приберег для себя. Установлено, что мужчина приобрел запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. В отношении злоумышленника следователями ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Вот еще одно редкое в наших краях дело. Его возбудили против жительницы Нягани. Женщину обвиняют в распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, в июле текущего года обвиняемая, воспользовавшись доступом к мобильному телефону своего бывшего супруга, отправила себе на мобильные фото изображения интимного характера его новой сожительницы, после чего из ревности распространила их путем рассылки общим знакомым. Няганьским межальонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации в распространении сведений о частной жизни. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте юградефис.тв.ру А также в наших социальных сетях Это Югра. Территория безопасности. Я Антон Войтович. Берегите себя и до встречи.